Два человека отправь туда, вот, надо будет, вон, видишь, железо. Русло речки Межепсин, которое в минувшую пятницу в считанные минуты из ручья превратилось в грозный поток, сейчас чистят около 40 человек. В разборе заторов участвуют все, кто может. И местные жители, и казаки, и предприниматели со своими коллективами. Мы прочищаем эту устье реки, чтобы вода свободно могла проходить свободно. Проводится очень много работы. У людей посмывало очень много имущества, очень много затрудняет профиль, шифер, все вот эти вот, какие-то мостики у людей. Только в Сыбонобалке потопленными оказались десятки дворов. В половине случаев вода зашла и в жилье. Дом Марии Ивановны среди тех, где повреждения наиболее серьезны. Вот по зеркалу, да, у нас на стенке, этот, телевизор. А внутри, метр шестьдесят. Метр шестьдесят внутри вода была. Даже дошла по ступенькам, на второй этаж, до первой ступеньки. Почти вся бытовая техника и мебель в этом доме превратились в мусор. Избавиться от него хозяевам помогают тоже всем миром. Всю мебель на выброс. Не то, что мебель, а все на выброс. Все на выброс. Вот белье с обеззараживающими, там все стирают. И друзья стирают, и родственники стирают. Все стирают. Спасибо всем. И администрации спасибо большое. Потому что внимание оказывали. Оказывали. Спрашивали без конца, как у вас дела. Молодцы. Продолжаем сотрудничать и активно помогаем местному населению. Хотя сами тоже много у нас казаков, у кого подтопило. Чатные домовладения. У кого септики затопило, у кого тоже мебель выносили. В общем, последние трое суток, можно сказать, почти у нас основной актив не спал. Активно помогают казачество. Активно помогают казачество. Помогают общественники, предприниматели, депутаты. Это Диченко и Рябченко. Ну и активные жители, они очень тоже помогают соседям. То есть сами принимают участие. То есть никто не сидит, а все занимаются тем, чтобы сейчас навести порядок. Мы определяемся сейчас, как будем вывозить мусор этот, тот который. Как будем вывозить ту мебель, которая сейчас намокла и которая уже непригодна. Параллельно с уборкой и откачкой воды продолжается мониторинг состояния дамбы на местном пруду. Она приняла на себя поток воды со всей округи, который устремился в Можепсин. Сооружение вовремя укрепили. И оно выстояло. Размыва никакого не случилось. Вот дамба целая. Был перелив через нее, излишков воды. Вода спала. Уровень уже больше, чем на метр ниже дамбы. Ручей вернулся в свое русло. И на данный момент осуществляется помощь пострадавшим домовладениям, всем жителям, кто пострадал от этой стихии. Все, кто уже четвертые сутки ликвидирует последствия ЧАЭС, прекрасно понимают, пока говорить о какой-то передышке рано. Основная работа еще впереди. Алексей Девикин, Роман Меркалиев и Антон Чистяков. Анапа. Регион.